Добро пожаловать, друзья мои хорошие, это Кошатница, The Cat Lady, и мы продолжаем с вами играть дальше. Это вторая серия, посмотрим, что нам надо делать. Насколько я помню, нужно зажечь свечи и перед выходом, по-моему, немножко крови оставить, да? Сейчас мы сделаем, посмотрим. Задуть свечу, чтобы душа наша осталась здесь. О, господи, твою же мать. На самом деле, это просто мозговносящие игрушки, я надеюсь, что вам понравится, поэтому давайте смотреть. Нет, они оставили мне выбора, Алиса. Может быть, однажды ты простишь меня? Господи, о боже. Твою же мать, а? Да, не самое приятное начало, но что ж поделать. Такс, возвращаемся обратно, там была еще одна свеча. У тебя есть дело с Юзем, ты должна, собственно, еще одну свечу задуть. Давайте посмотрим. Я думаю, пока что хватит. Ты уверена? Может быть, все-таки стоит? Мало ли что. Стрэндж, с флэймсом строн, стрэндж. Нет, отлично, нам это не надо. Русский, конечно, безупречен. Да, пока свечку дуть нам не нужно. А еще какая-то свеча есть? Я думаю, что пока хватит. Нам не надо задувать это, давайте выйдем отсюда тогда. Такс, что у нас здесь интересного? Картина, посмотреть. Пустынный берег моря. Ничего по сути интересного. Там была вроде как дверь, но выйти там нельзя. Такс. Чудненько. Что за... Как я сюда вернулась? Да, вопрос реально хороший. У меня есть ломик. Если что-то надо где-то открыть, я смогу без проблем. Так, посмотреть поближе это тело. Это мы с вами обыскать карманы. Может быть, что-то лежит. Нет, уйти. Ничего нормального, хорошего тут нет. Такс, давай пройдем дальше. Насколько я понял, это не все, что мы сделали, как бы. Так, точила. Здесь вроде все хорошо. Идем дальше. Тут у нас была ворона, которая нам докучала. Но благо мы смогли там пройти. Я не помню этих локаций. То есть у нас уже поменялось, как бы. Каждый раз, когда вы тут путешествуете, из локации в локацию, все как-то по-новому выглядит. Такс, давай. Здесь где-то бегал прекрасный маленький олененок. Но сейчас он нам тоже не нужен. Я думаю, что вряд ли он нам помог бы выбраться. Так, что у нас здесь? Может, я смогу теперь сюда зайти, посмотреть? Так, у меня есть лом, и я думаю, что можно попробовать как-то взаимодействовать с этими досками. Подергать, посмотреть. Давайте посмотрим. Так, подергать. Мне не хватает сил, чтобы содрать их голыми руками. Поэтому давай, красавица, будем это делать монтировкой. Так, получается, нет? Судя по звуку, что-то у нас вышло. Пошарить внутри. Давайте поищем. Так, отворил это дело. Да, но, но, бери же, бери. Бляха ты, муха. Охренеть, вы что, фонарили, что ли? Моя рука. Моя рука, твою мать. Что делать? Что мне делать? Вы что, ёбу дали, ребята? Какого чёрта творится? Охренеть. Просто безумная вакханалия какая-то. Честно говоря, я пока не знаю, что нам тут конкретно делать, но я попытаюсь всё-таки выйти. Может, как-то получится. Готово. Микамик у нас за музыку отвечает. Вот в таком стиле сделано, собственно, представление об игре. Побежали. Да, Science, я согласен. Это очень жёстко всё. Давай, 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 родуля, давай, беги. Ой, жизнь какая. Давай, давай, побежали. Охренеть. Такс. Слишком гадкие, жёсткие звуки там у нас. Такс. The Cat Lady. Кошатница. Или Госпожа Кошек. Мне больше нравится Кошатница как-то чётко, сразу понятная, лаконичная. Вы не найдёте здесь красивые графики, суперспецэффектов. Здесь нужно следить за историей и смотреть, как, собственно, разворачиваются действия у нас. Если вам подобного рода психологические ужастики нравятся, милости прошу на просмотр. Если ждёте ГТОнлайн, он где-то рядышком. Так. У нас глава вторая. Так. Первую главу, допустим, мы с вами уже прошли. Хорошо. Давайте посмотрим. Второй, первый вдох. Да, я люблю изящные искусства. Спасибо, что заметили. В них есть определённая первозданная красота, которую современным художникам часто не удаётся воссоздать. Я и сам всегда хотел быть художником, но придёт много времени, прежде чем я смогу так называть себя. Я часто говорю, что пациенты — это мои халеты. А холсты, господи. Халеты. Ну, моя работа состоит в более представлении. Очевидно, я смотрю на повреждённый разум и возвращаю их к прежней красоте. Простите, я, наверное, утомил вас. Нет, совсем нет. Просто... Это были тяжёлые дни. Я бы очень хотела пойти домой. Конечно. И домой вы пойдёте как далеко, как только мы закончим небольшой анализ. Хорошо? Вы, наверное, знаете, как это работает. Я прочёл в вашем деле, что вы были медсестрой. Да, я очень хорошо знаю, как это работает. Вы хотите проверить, не псих ли я? Ну, я бы не стал использовать такое выражение, конечно. Но да, мы должны убедиться, что вы в безопасности, и понять, как вам помочь. Также, раз вы сама медсестра, вы знаете, что всегда есть бумажная волокита. Эти формы сами себя не запомнят. Честно, Сьюзен, вам не о чем беспокоиться. Это просто формальность. Я могу точно вам сказать, что вы не псих. Ладно, что вы хотите знать? Я отвечу на все ваши вопросы, потом я пойду домой, приму долгий душ и отосплюсь. Замечательно. Давайте посмотрим, с чего бы нам начать. Так, с чего мы начнем? О, можно играть. Давайте посмотрим. Это, видимо, то время, когда мы ещё работали медсестрой. Она очнулась, доктор. Добрый вечер. Приятно видеть, что вы, наконец, очнулись. Вы в больнице с Эдер Ленг. Меня зовут Андрей. А, Андрей, я один из докторов. Не могли бы вы подтвердить своё имя, пожалуйста? Сьюзен Ашворд, не могу вспомнить, игнорировать. Мы это напишем. Здравствуйте, миссис Ашворд. Рад видеть вас, что с вами всё в порядке. Сейчас вы в больнице, ваше состояние стабильное, функции вашего мозга не нарушены. Необоротимых повреждений нет. Мы проверили ваши внутренние органы, они тоже в порядке. Вам очень повезло. Вы очень везучая женщина. Вы можете чувствовать сильную усталость и апатию пару дней, но это скоро пройдёт. Я рекомендую вам длительный отдых. Теперь за вами будут присматривать медсёстры. Дайте им знать, если вам что-то понадобится. Берегите себя, миссис Ашворд. Пожалуйста, не пытайтесь говорить. Что вы сказали? Хе-хе-хе-хе-хе. Прекрасно. Не беспокойтесь, мисс Ашворд. Ваша рука в порядке. Но мне нахрен торвало же. Ничего с вами не случится. Хотите, я принесу вам воды? Давайте я принесу вам попить, и я вернусь через секундочку. Давай, вернись. О, господи. На самом деле, как вы поняли из первой серии, убить нас нереально. Если нас будут убивать, пока мы не сделаем свою миссию, которую нужно, которую нам сказала сама госпожа Смерть, собственно, мы не умрём своей смертью, что бы мы с собой ни делали. Так. Простите, Сьюзен, я разбудила вас. Мне нужно измерить ваше давление. Две секунды, и я уйду, хорошо? Ну, я не могу сказать, да или нет. Меня зовут Лиз, кстати, привет. Простите, я знаю, что не очень вежливо. Поверьте, я ненавижу будить людей только из-за этого. Но быть помехой — это часть моей тупой работы, к сожалению. О, господи, я ненавижу это место. Я вот что скажу, Сьюзен. Могу я называть вас Сьюзен? Так вот, мне не следует говорить, но, знаете, я скажу. Вам так повезло, это невероятно. Вы, делая, что вы сделали, и она видит, что делали вы. Какой-то сумбур. Это был шанс один на миллион. Я опять не соколесец, да? Я устала. Нас здесь оставляют работать без остановки. Современное рабство. Когда-нибудь я скажу вам, что я на самом деле думаю. Клянусь, я точно скажу. А вот, а, вот и все. У вас давление 80-летний. Просто хотела сказать, что вам повезло, наверное. Я надеюсь, что вы не заменили свое мнение о некоторых вещах. Мне надо идти, но я еще вернусь. Берегите себя, окей? Конечно, буду. 124 на 70. Давление как бы не самое приятное. Так. Я хочу уже управлять. Я хочу жести. Ребятки, давайте посмотрим, что у нас дальше будет. Вставать будем? Подъем? Подъем, Сьюзен. О, если это упадет на меня, это будет полный алископ... Ох! Ты, твою, аж налево. Ха-ха! Нифига себе! Ребята, творится какая-то лютая в оконоле. Здравствуй, Сьюзен. Плохой сон, да? Плохо спали? Нет, обычный сон, но очень плохой. Да, очень плохой сон. Я знала! Я поняла, что вам снится кошмар, как только вошла в комнату. Наверное, мне стало вас разбудить. А о чем был сон? Меня сожгли заживо. Знаете, мне это напоминает то, что случилось на днях. В отделении неотложной помощи лежала одна женщина, она очень хотела курить. Конечно, ей не разрешили этого делать, она была совсем нездорова, но только телом, ну и в голове. Она была на десяти литрах кислорода через маску и сказали, чтобы она оставалась в кровати. Но она не послушала, конечно же, и только-только, как она закурила, все нахер взорвалось, да? Всю комнату охватило пламя вместе с ней. Наверное, мне надо было рассказывать, да? Это все мой язык, как обычно. Никогда не знаю, когда следует замолчать. Что со мной случилось? Ну, что вы помните? Я приняла таблетки и устунула на стуле. Я помню, как комната медленно вращалась вокруг меня. Мне было так спокойно. А потом... Внезапно я оказалась на ячменном поле. Я очнулась здесь и увидела вас. Теперь вы можете сказать мне, кто меня нашел и что со мной случилось? Ну, что же ваше тело погрузилось? Как бы в кому? Вам повезло, что она пришла домой раньше и нашла вас. Кто меня нашел? Ваша дочь, конечно же. Она вызвала скорую помощь. Если бы не она, вы были уже мертвы с Йозан. Моя дочь? Да, а что такое? Почему вы побледнели ни с того ни с сего с Йозан? У меня нет дочери. У меня нет дочери. Кем бы она ни была, она солгала. Но зачем ей это? Откуда мне знать? Я была в коме, очевидно. Значит, она соврала. Но это не меняет того, что она спасла вам жизнь. Я была в порядке. Я не просила помощи. Извините. Когда мне позволят пойти домой? Я не уверена. Наверное, не сегодня. Может быть, завтра. Слушайте. Мне не следует говорить, но вы, похоже, хороший человек. Мне кажется, вам следует предупредить. Тут есть один доктор. Его называют доктор Икс. Он заведующий психиатрического отделения нашей больницы. Вы не можете пойти домой, пока он не поговорит с вами. И он заверется к вам в голову. Понимаете, о чем я? Он будет задавать хитрые-хитрые вопросы. Но он отличный человек, ему можно доверять. Так, 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 так. Я устала. Дайте мне поспать. Я устала. Дайте мне поспать, пожалуйста. Хорошо. Еще увидимся. Правильно выбирайте, кому доверять, Сьюзан. Откуда мне знать, что вы не одна из них? Неоткуда. Ну, неужели я произвожу впечатление плохого человека? Я не знаю. Наверное, нет. Увидимся завтра ночью. Помните, что я сказала? Сны — это просто сны. Но когда они превращаются в кошмары, хорошо, когда есть кто-то, кто может ущипнуть тебя за руку и разбудить, верно? О, боже. Пиэкс, мы переключаемся. Мы начнем с небольшого разговора о вашем детстве. Я хочу, чтобы вы были честны, насколько это возможно. Это важно, если мы хотим добраться до источника вашей проблемы с Сьюзан. Посчитайте до десяти и скажите мне, когда будете готовы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и, конечно же, десять. Так. Речь идет не о том, псих вы или нет, Сьюзан. Мы говорили об этом. Нам нужно найти причину ваших чувств и создать рабочее решение. Для этого мне необходимо получше узнать вас. Может быть, для начала поговорим о вашем детстве? Ваши родители, когда ты была ребенком, вся твоя жизнь вертится вокруг них. Каким был твой отец? Были ли у него отношения хорошие с тобой? Так, отличный папа. Я вот не знаю, вырос, по-моему, без отца росли. Я выросла без отца. Я понимаю, его не было рядом, когда вы выросли. Может сказать, почему и что с ним случилось? Он погиб, ушел, когда я была маленькая. Ну, если игра у нас очень депрессивная, давайте выберем вариант, что он покончил с собой. Я не помню, или даже, сказать честно, не знаю предыстории нашей главной героини, поэтому давайте ее придумаем на лету. Он покончил с собой. Он всю неделю страстно себя вел. Иногда весь день не говорил ни слова. Потом внезапно злился из-за каких-то мелочей. Мне было восемь. Через месяц мне исполнялось девять. У нас было оружие в доме, ружье. Оно лежало в коробке в шкафу, так что я не могла достать до него. Я не должна была даже знать о нем, но я знала. Я проснулась ночью, услышала какие-то страшные звуки. Я прокралась в гостиную, видела, как отец достает ружье из коробки. Он пошел в подвал, я пошла следом. О, боже. Жесть какая. Я всегда, навсегда запомню этот звук выстрела. Звук того, как мозги моего отца забрызгивают стену подвала. Печальное событие, особенно глазами ребенка. Теперь давайте поговорим о вашей матери. Какой она была? Расскажите мне о ней. Так, у меня была прекрасная мама, она была ужасной. Ну, давайте так. Не могу жаловаться, у меня была отличная мама. Она делала все, что возможно было, чтобы восполнить потерю отца. Мы с ней были лучшие друзья, родственные души. Мы делали все вместе. Она скончалась семь лет назад. Ее разбитое сердце все-таки сдалось. Она дала мне все замечательное детство, несмотря на то, что случилось. Я всегда буду любить ее за это. Хорошо. Картина начинает произняться. Пока что хватит о родителях. Давайте передохнем пару минут, а потом поговорим о чем-нибудь другом. Такс, пару минуток поговорить. У нас есть время передох. Мне нужно выбираться из этого места. Ненавижу больницы. Кроме того, я очень хочу пойти домой и забыть об этом все. Окей. Так, подушка. Давайте посмотрим, что-то под подушкой есть. Под подушкой нет ничего интересного. Лишь взгляд на эту подушку заставляет меня думать, сколько людей умерло лежа на ней. Уверена, она была постирана много раз после этого. Но все равно по спине холодочек пробегает. Если подумать об этом, я сама почти умерла здесь. Стой, я умерла на мгновение. Разве нет? Действительно. А кровать лечь не надо? Что там у нас такое? Стоянка. А, взять перчатки. Взять одну, взять много. Я хочу взять много перчаток. Я не знаю зачем, но возьмем. Так, тут есть дверь. Список лекарств. Нам, наверное, это не нужно. Так, тут еще какая-то дверь. Давайте осмотрим. Это дверь туалета. Можно пойти посмотреть. Внутри кто-то есть. Эллоу. Мне нужно подождать в своей очереди. Окей. Давай смотри, что-то еще есть. Так, цветочки. Я их ни за что не возьму. Я не люблю цветы, особенно хризантемы. Понюхать. Я не люблю цветы. И мне все равно, как они пахнут. Я думал, что все девушки любят цветы. Ну, я иногда ошибаюсь. Так, мы куда-то с вами вошли. Подожди, это же наши, правда, получается, да? Часы. Стрелки замерли на 11.40. Неужели все часы в этой больнице сломаны? Так, смотрите. Давай возьмем еще одну перчатку. Оп, я взял много и взял одну. Мало ли, вдруг где-то пригодится. Так, список лекарств. Что у нас здесь? Медсестра. Я бы хотела уйти домой. Я могу позвонить, пожалуйста. Так, Лиз. Давайте Лиз попросим. Лиз здесь? Кто такая Лиз? Лиз, та молодая медсестра, которая была здесь ночью. Темные волосы, очень разговорчивая. Она сказала, что ее зовут Лиз. Извините, здесь работает очень много людей. Я не могу запомнить имена всех. Верните, пожалуйста, в палату. Скоро придет время приема лекарств. Я не смогу гоняться за каждым пациентом. Прошу прощения. Послушайте, я сейчас очень занята. Я приду и поговорю с вами через минутку, хорошо? Пошло нахер. Пожалуйста, не трогайте пропуск. Это конфиденциальные документы. Да, тогда, может быть, нам следует выкладывать их на стол. На всеобщее обозрение. Если вы хотите что-нибудь почитать, у вас есть журнал для пациентов. Спасибо, я обойдусь. Ладно. Папки. Паливо, твою мать! Понятное дело. Я просто хотел прибраться. Я просто потепла... Ага. Понятное дело. Не нужно извить. Кто извит? Какие-то странные здесь люди. Дальше меня, конечно же, не пропустят. Извините, где здесь выход? Простите, пожалуйста, а где здесь выход? Прямо по коридору, мэм. Спасибо. Я пойду тогда. Могу я сначала увидеть пропуск? Пропуск? Какой пропуск? Некоторые из наших пациентов находятся под наблюдением и должны оставляться в отделении. Для их же безопасности, конечно. Звучит так, будто мы пленники. А это для безопасности пациентов, мэм. Если у вас нет пропуска от вашего доктора, боюсь, я не могу дать вам пройти. Могу я узнать ваше имя? Меня зовут Сьюзан Мэри Смит. Дай мне пройти, придурок. Давайте скажем, что нас зовут реально Сьюзан Ашворд. Меня зовут Сьюзан Ашворд. Могу я пройти? Если у вас нет пропуска, я не могу пропустить вас, миссис Ашворд. Печально, твою мать. Боюсь, я ничего не смогу с этим поделать, мэм. Вам следует поговорить с доктором и вернуться с пропуском и каким-нибудь подтверждением личности. Так, понятно. Дальше нас не пропустят. Что-то мне кажется, надо что-то сделать, чтобы медсестра, собственно, ушла. Так. О, туалетица открылся. Чудненько. Что-то я не понял, я что, в туалете был? Должно быть, это пациентка из палаты 2. Ага, она совсем сбита с толку. Так, давайте с ней пообщаемся. Привет, пациенточка. Привет, моя хорошая. Она как-то похожа очень на нас. Не кажется? Давайте поговорим. Приветки. Ты в порядке? Что-то мне кажется, нет. Можем поговорить немножко? Я не могу говорить. Пожалуйста, оставь меня в покое. Я не имела в виду ничего плохого. Я в ловушке здесь, как и ты. В ловушке? Я не знаю, так трудно думать без таблеток. Но ты мне не знакома. И ты не одна из милых медсестер тоже. Они так хорошо обо всем заботятся. Я доверяю медсестрам так же, как доверяю своей матери. Просто хочу поговорить, мне нужна твоя помощь. Если только мать прислала тебя, это была она, пожалуйста, скажи, что это она. Да, конечно. Мы с твоей мамой хорошие друзья. Я так сильно скучаю по ней. Я не очень-то помню тебя. Но ты должна знать его. Если ты действительно друг, то ты знаешь имя моей матери. Имя, что преследует меня. Прекрасное имя. Да, конечно, я знаю. Теперь я могу спросить тебя. Как ее зовут? Как зовут моя мать? Я не знаю. Джоан, Мэри, Элизабет, Мэнди. Сара, Элис. Слушай, а может быть Элис? Потому что у нас только имя Элис. Алиса фигурировала. Давайте выберем. Элис. Нет. Неверно. Оставь меня, пожалуйста. О, боже. Можно, конечно, методом переборки выбрать точное имя. Но прежде я думаю, что надо сходить в туалет. Так, дверь туалета. Давай зайдем. Она там была. Возможно, где-то там, может, написала имя мамы. Сейчас зайдем посмотрим. Такс. Так, войти-то мы вошли. О, ведерко. Обыскать. Что там у нас? Я возьму один из этих медицинских контейнеров. Давай. Лично. Записка. Прочитать. Пожалуйста, прекратите писать послание на зеркаль. В данный момент мы испытываем трудности в поддержке высокого уровня чистоты из-за неожиданного отсутствия наших уборщиц. Мы просим всех пациентов проявить осознательность и поддерживать чистоту деления. Так, надо включить, я думаю, что в воду пойдет пар, и мы прочитаем, наверное, так. Это логично просто. Тут звоночек есть. Туалет. Использовать. Смыть. Поднять крышку. Давайте поднимем. Там что-то есть? Пустить крышку. Смыть. Использовать. Мне хочется в туалет с момента, как я проснулась. Апачки! Вау! Нифигарики! Может, надо было поставить вот эту штучку? Туда написать? Не? Не надо? Я его не знаю. Слушай, а может попробовать? Реально. Смотри, медицинский контейнер. Я не уверена, что мне надо с этим делать. Дать. Тут никого нет, чтобы я могла дать. А, для таблеток и жидкости. Ну, в принципе, в принципе, да. Так, туалет. Раковина. Включить горячую воду. Давай, чтобы был пар. Ну? Зеркало давайте посмотрим. Я не могу смотреть на себя. Зеркало разбито. Большой кусок стекла лежит на краю. Взять осколок зеркала. Если найдут его у меня, то подумай, что я полная психопатка. Но он же может быть полезен. Я рискну. Ага, есть еще осколок зеркала. Чудненько. Ребятки, я-то думал, что здесь будет как бы имидс написано. Что за кнопка? А, сейчас сюда прибежит. Я понял. Либо сюда сейчас придет медсестра, либо что-то произойдет. Кто-то идет. Твою мать. Вы нажали кнопку звонка. Какая-то аварийная ситуация. Я нажала по ошибке. Я хотела посмотреть, как долго будете идти. Так, хорошо. Я просто хотела напомнить вам, что я готова пойти домой. Вот оно как. Что ж, я не забыла. Для этого нужно время. Я не могу потерять работу, если не буду следовать установленным процедурам. Зачем я вам это объясняю? Похоже, пришло время принимать лекарства. Могу я узнать ваше имя и дату рождения? Сюзан Эшфорд, не лезьте в мое дело, я ничего не буду принимать. Так, а ну давай. Я знаю твое имя, чтобы заявить жалобу. Да. Не надо к этому так относиться. Сначала вы были назойливы, когда я просто пыталась справиться с бумажной работой. А теперь вы мне угрожаете. Вам следует знать, что мы только следуем предписаниям врачей. Теперь забудем эти глупости и дайте мне посмотреть на ваш браслет. Хреново. Так, мисс Ашфорд, я настоятельно рекомендую принять это. Давайте откажемся от лекарств. М? М? Давай. Оп! Отказались. Вы с ума сошли, что ли? Я не буду ничего принимать. Я не больна. Хорошо. Мы готовы к этому. Сейчас шокером как хуйнут, наверное, разочек. Джимми, подойди, пожалуйста. Ёпта. Вы, наверное, шутите. К сожалению, нет. Я вколю вам лекарство. Всего лишь небольшая ранка. Придержи её, пожалуйста. Вау! Ни черта себе! Твою мать. Чё-то мне это не нравится ни хрена. Так, мне вкололи какое-то дерьмо и мне уже явно нехорошо. Теперь возвращайте в свою комнату и отдохните. Вы сможете расслабиться и отлично поспать. С-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! С-Х и буква А. Сара, может, какая-нибудь? Ёпта, как меня штырило! С-ш-а. Ну, ш-а, это нам мало о чём говорит. Слушай, а может, как-то посмотреть, может? Ох, какая наркомания. Подожди, давай еще раз зайдем в дверь. Это знаете, что напоминает, когда, помните, во Френ Боу Френ принимала пилюльки, тоже оказывалось в потустороннем мире. Так, здесь было написано Ша. Слушай, а может что-то использовать надо? Ой-ой-ой, какие-то крики адовые. Тихо, 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 тихо. Кто-то стучит по туалету. Так, ну давай пройдем. Ребятки, тут просто садомия какая-то творится. Так, я не хочу, я просто пройду прямо. Ох, как накрыло. Как меня накрыло, это что такое? Наркотическое сердце? Так трудно сосредоточиться. Эта штука накачана наркотиками. Слушай, а у меня есть... У меня есть лезвие. Давайте рубанил его. А? Опа! Как тебе такой расклад? Ёптую налево. Ребята, мне кажется, что это не очень хорошая затея была. Вытекает красная жидкость. А, смотри, как мы сделаем. Тихо. Тихо, 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 спокойно. Мы сделаем вот так с вами. Я сейчас подойду? Да нет, я осматривать не... Не хочу осматривать. Подожди, вот так. Я не уверен, что мне надо с этим делать. Может, надо в перчаточку? А, резиновая перчатка средний размер. Сейчас мне это не нужно. Я-то думал, что, может быть, как-то в медицинский контейнер набрать жидкости. Так, туда, видимо, пройти тоже нельзя. Ладно. Что там у нас написано? Там что-то появляется? Я не успеваю... А, смотреть, видишь? Да подождись ты, ёптую. Ладно, короче, в жопу. Какие-то глюки, что ли, я не могу понять. Так, ладно, идём. Это не наша дверь, нам сюда явно не надо. А вот сюда можно. Заходим. А вот и наша палата. Там какие-то цветные мультики за окном у нас. Давайте ляжем. О, боже. Всё, я готова отдыхать. Думает наша главная героиня. Потому что больше делать уже ничего не хочется. Фух. Фух, ребята, ну что, я думаю, здесь мы, наверное, закончим и попробуем выбраться из больницы уже в следующий раз. В принципе, понятно примерно, что и как делать. Посмотрим. Получится, не получится. Надеюсь, что вам понравилось. Это был Носкет Лэйди Кошатница. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...